Ум, красота и активная жизненная позиция. В преддверии Международного женского дня жительниц Мариэл от имени главы региона Александра Евстифеева поздравили первые лица республики. Особые слова признательности прозвучали в адрес энергичных и талантливых соотечественниц, которые своим трудом внесли значительный вклад в развитие Марийского края. В их числе представительницы самых разных профессий – врачи, педагоги, предприниматели, сельские труженицы и многодетные мамы. На сегодняшний день женщины занимают многие лидирующие позиции в нашем обществе. Речь идет о самых разных точках приложения сил – от политики и экономики до службы в вооруженных силах и правоохранительных структурах. Добиваться успехов, наряду с природной красотой и обаянием, им помогают и прекрасные деловые качества. Поэтому зал Национальной художественной галереи заполнили самые активные представительницы прекрасной половины нашей республики. В их адрес от имени главы Мариэл прозвучали поздравления с наступающим женским днем, слова признательности и любви. Жизнь начинается весной. И весна – это практически синоним слова «женщина». Поэтому сегодня хочется и от имени главы, и от имени правительства, и от себя лично поздравить всех женщин нашей республики с таким замечательным праздником. Каждая женщина уникальна, каждая женщина неповторима. И поэтому очень хочется, чтобы в это непростое время каждая наша женщина была здорова, желанна и обязательно счастлива. Развитие современного общества просто невозможно без самого активного участия женщин. И при этом занятые трудовыми буднями, а наши женщины освоили самые разнообразные профессии, они никогда не забывают о своем прямом предназначении. Я думаю, только с Божьей помощью это все получается. Семья, дети, работа. Надо с любовью относиться и к семье, и к работе. Я очень сильно люблю свою работу, хочу очень сильно работать тоже, и детей тоже очень сильно я люблю. Здесь наша героиня, у которой четверо детей и все девочки, сделала паузу. Ведь говорить о самом дорогом сердцу без волнения невозможно. На руках у нас даже одной руки пять пальцев, а у меня только четверо детей, еще можно одного. Ну, у нас четверо девочек, но сына нету. Я пока ничего не говорю, не знаю. Но самое главное, я могу сказать, почему мы с мужем решились на четвертого ребенка, когда мы на гастроли ездили в Грозный, в Чечню. Тогда вот они, чеченки, женщины говорили, наша нация никогда не закончится, потому что у каждой женщины минимум по пять детей. Они не боятся рожать, они не боятся трудностей. И я тоже, когда мы приехали, с мужем поговорили, не надо бояться. Это круто, Бог дает детей и на детей. Надо трудиться, работать, и все будет хорошо. Цветы, теплые слова, выступления мастеров искусств. Женский праздник пришелся на длинные выходные. Поэтому соответствующее настроение прекрасной половине Мариэл надо создавать уже сейчас. И не забывать об этом весь оставшийся год. Продолжение следует...